Правильный тот ответ, который ты сам определишь. Это потому и называется самоопределение. Потому что только ты определяешь, кто ты. А ты ответ на стороне ищешь. В мире очень много разных мнений. А меня интересует конкретно твое. А у тебя его нет. Ты даже его сформулировать не можешь. О каком самоопределении может идти речь? Подожди, все проверяется на практике. Вот подходишь к зеркалу и смотришь, кто там. Кто там стоит? Почему ЦФ не добавил? Если ЦФ не поставил, тогда получается ты согласен. Сто примеров, подтверждающих, что это работает. Да е-мое, ты вопрос можешь задать. Ты зачем мне лекцию устраивать? У меня несколько секунд ты молчишь, когда я тебе задаю вопрос. Ну правильно, я думаю. В паспорте как расписался? Никак. Ты-то самоопределился? Ты кто? В зеркале написано имя, Сергей? Нет. Так откуда ты взял, что Сергей? Вот если ты будешь конкретно отвечать на поставленный вопрос и не сочинять. Я тебе очень быстро, как говорится, мозги вправлю на место. Что такое человек? Ты понятия не имеешь, что такое человек. Ты второе слово сказал мужчина. Что такое мужчина? Почему ты говоришь, что там человек, что там мужчина, если ты понятия не имеешь, что такое человек и что такое мужчина? Что такое живой? У тебя таких определений нету. Я это знаю. Я хочу, чтобы ты для себя сам определил, кто это. Я подошел в зеркало, посмотрел, увидел, там стоит. Ты уклоняешься от ответа на вопрос. Кто такой человек? От тебя должна конкретно исходить. Ты должен самоопределиться. Ты сам должен определить, кто ты. И вот ты определил. Чего? Пойдем на второй круг? Или перевосмыслишь? Подходишь к зеркалу, кто там? На шестой уже круг идем. Кто в зеркале? Я тебя спрашиваю, кто там? Ты даже не знаешь, кто в зеркале находится. А у тебя, получается, ты делаешь, не осознаешь, что ты делаешь. А мы сейчас трудимся все вместе над тем, чтобы из человека разумного сделать человека осознанного. Вот положи на весы два мнения. Мое и его мнение. Что перевесит? Понимаешь, как легко вас всех ввести в заблуждение? И почему-то все забыли, что такое сравнительный анализ. Народ разучился критически мыслить. Не надо стесняться признавать свой уровень осознанности и знаний. Расписаться мало. Там еще надо вести себя как человек. Там хоть что-то написано. У тебя вообще сформулировать не мог. Ну, согласен, да. Антон, привет. Слушаю. Слышно, Витя? Слышно? Слышно. А то как-то так с промежутками какими-то такой, что связь плохая. Алло. Слушаю, говори. Ну, что время тратишь? Так я же говорю, что с провалами такими, как будто бы... Это самая связь плохая. У меня вопрос такой. Я уже как-то тебе звонил, но тогда связь оборвалась, потому что у меня то ли деньги кончились, то ли что. Значит, я задавал вопрос там по поводу паспорта, по-моему, по поводу живого человека. Вот. Ну, обстоятельства так сложились, что пришлось получать идти паспорт. Я его год назад, где-то больше года назад оформлял, не получил. Потому что, ну, когда пришел получать, ну, чуть-чуть в кем его эту вник, увидел, что, узнал, что, ну, там, не та печать, плюс там капслоком все пишут, ну, и начал придираться. Сказал им, что, типа, исправляйте, они сказали, мы не будем. Вот. Ну, я в итоге больше года без него жил. Сейчас обстоятельства так сложились, что, как сказать, пришлось идти получать паспорт. Ну, и вот, почитал, разногласные, короче говоря, мнения есть. Одну запись слушал о том, что человек говорил так. Не важно, что вы там написали. CF, BY, там, AR и роспись ставите. Или там без ущерба, там, и подпись ставите. То есть, без разницы, если вы только поставили за корючку, то вот эти ваши CF и BY, они никакой роли не играют, и никакой юридической нагрузки как бы не несут. То есть, в любом случае, у вас будет оферта с данной Российской Федерации. Вот. Ну, я в итоге пошел, написал, и перед именем, отчеством, фамилией, BY написал, фамилии, имени, имущества, после написал AR, и также сделал перед закорючкой, где роспись была. Единственное, они написали без ущерба UCC, там, 13, или 1, 3804, или 40, не помню. Ты по этому поводу что-то можешь сказать или нет? Есть какая-то информация? Ничего не понял. Перезадай вопрос, коротко. По поводу вот этих вот букв перед росписью. насколько действительно они играют роль, вот этой CFBY, там, или AR, ну, то есть, как вот в интернете ходит информация, у тебя даже видео есть, где ты диалог вел с женщиной, которая, когда паспорт получала, вот таким вот образом расписалась. Они там панику подняли. Она говорит, ну... Да ё-моё, такой вопрос можешь задать. Ты зачем мне лекцию устраивать? Ну, ты знаешь что-то по этим буквам конкретно или нет? Конечно. Играют они роль? И играют роль? Играют. Насколько сильную? Насколько сильную? Ко мне, вот, и... Я видео по этой росписи выпустил где-то месяцев шесть назад. И ко мне со всей страны информация стекается. Мне присылают, что вот там уголовное дело развалилось, то есть там протокол не дошёл до суда. Короче, дальше начальника отдела полиции, они не идут. Я просто видео твоё смотрел, где ты, у тебя, по-моему, в этом же одном видео идёт диалог с женщиной. И второе видео, или оно два в одном, где парня повязали, там, милиция. Сначала брат за него интервью давал тебе, а вот сам пострадавший этот давал. И там говорилось о том, что он якобы всеми не в теме. То есть вот я два этих видео видел. Это ты про них говоришь или про другие какие-то? Это лишь малая часть, которую я пускаю в эфир. Я тебе говорю, что у меня есть, ну, примерно 100 примеров, подтверждающих, что это работает. Что это работает, я понял. И неважно, каким цветом расписывался в форме 1П. Шариковая ручка, я имею в виду. А при чём тут форма 1П? Я тебе говорю про протокола. Ну, когда получаешь паспорт, там, на замену, там, при достижении 45 лет, или, там, когда, там, 25, ты сначала заполняешь форму 1П, они туда фотку прикрепляют твою, потом ты эти документы отдаёшь, и, получается, приходишь, ты получаешь паспорт. Что ты мне катаешь, как форму 1П получать? Я это всё знаю. В чём вопрос? Ты хочешь... Я понял. В чём подождём? Ну, я тебе говорю... Да это говорю, ты хочешь расписаться в форме 1П? Ну, нет, да. Они сейчас как бы обязывают, в итоге пришлось расписаться. И вот я в ней расписался, бай, роспись, А, Р. А почему... Чёрного цвета. Подожди, а почему ЦФ не добавил? Ну, потому что ЦФ там просто под принуждением, а где бай и А, Р. Там, ну, описание такое было, что, блин, так, юридическое, то есть, с их стороны на тебя, как бы, это юридическое не несёт ответственности, но там есть два пояснения, где родовые какие-то, я не помню, как оно правильно называется, остаётся за тобой, и они с этих счетов не имеют права ничего снимать, если ты подобного рода таким вот образом расписываешься, без ЦФ, а просто бай, роспись, А, Р. Ну, хорошо, расписался. Дальше. В чём вопрос? Нет, ну, я имею в виду, что цвет ручки играет роль или нет? Потому что все, как бы, чёрные не надо писать, надо там синий, либо красный, либо фиолетовый. Цвет ручки играет роль? Ну, если нет другого возможности, это... Тогда ЦФ надо ставить, что я хотел красный расписаться, а меня заставляют синий, тогда ЦФ надо добавлять под принуждение. Ну, я помню, потому что они... Ну, короче говоря, получается, если чёрный расписался, то до фонаря вся эта роспись твоя, все эти буквы и всё такое, да, или ты не знаешь? Нет, не до фонаря. ЦФ тебя защищает от всего, ты не по доброй воле сделал, под принуждением. Нет, если ЦФ не поставил. А, если ЦФ не поставил, ну, тогда, получается, ты согласен. Я понял. Я понял. Просто я комментарий тогда прочитал, что если вот такого образа стоит роспись СЦР, то там просто написано «не согласен», а все вот эти вот предыдущие, там было расписано, что за тобой остаётся, что со счетов не имеют права снимать и всё такое. В том случае, где ЦФ бай и АР, там этого не написано, там просто «не согласен», и всё. Ну, или под принуждением. Ну, короче говоря, я так понял, что если я расписался без ЦФ, то я соглашаюсь на все те условия, которые мне предлагает организация Российская Федерация, ну, и, соответственно, не снесу все вот эти, как говорится, материальные там убытки-неубытки, и всё, что они будут делать со мной, это как бы я согласен. Что-что? Получается так. Я понял. Единственное, что не ты согласен, а твоя персона, потому что ты с себя ответственность на персону приложил. Вот это бай... А то, что я... Да подожди, бай и АР означают, что расписался не ты, а твой его полномочный представитель, то есть персона. А то, что я написал сначала имя, отчество, фамилия? А там без разницы, в каком месте. Ну, ты имеешь в виду, это то физическое лицо, которое Российская Федерация оформила на бумажках. Ну да. А вот это лицо несёт, или персона несёт вот эту ответственность. Так получается? Ну да, если только что уже три раза это сказал. Сколько раз можно повторять? Да бывает неслышно, Антон. Ты бывает или тихо говоришь, или с перерывами, с промежутками. Поэтому, получается, диалог такой, как сказать, из-за того, что есть промежутки, не совсем он... Ну ё-моё, тогда наладь связь, подожди, наладь связь сначала, потом звони. Не, я-то тебя слышу, вот стою, слышу. Просто я, когда задаю тебе вопрос, ты долго отвечаешь. Ты сначала молчишь, потом отвечаешь, понимаешь? Из-за этого получится как бы промежуток. Задержка идёт? Ну, я не знаю. Ну, у меня несколько секунд, ты молчишь, когда я тебе задаю вопрос. Ну, правильно, я думаю. Ну вот, вот я ж про это и говорю, что вот, получается, задержка, ты говоришь, связь наладь. Ну, получается, за связью всё нормально. Просто из-за того, что ты думаешь, проходит время. Да я тебя не продумаю и не про задержку говорю, за три раза одно и то же разъяснил, ты всё равно вопрос задаёшь. Всё, я понял. Такой вопрос. Вот это, ну, как сказать, это можно как-то исправить? Если там, ну, я понял, что добавить, наверное, не получится опять пойти туда и расписаться. Нет, конечно, не получится. Даже если какое-то там волеизъявление написать, ну, как вот народ бывает пишет. Ты паспорт получил на руки? Да. Ну, а в паспорте-то как расписался? Что-что? В паспорте как расписался? Никак. Он мне положил и говорит, в паспорте расписывайтесь. Я говорю, я имею право отказаться от подписи. Он, всего доброго, всего счастливого, и я пошёл. Ну, хоть так. Ну, по идее, ты вообще должен был отказаться от получения паспорта, потому что он не соответствует законодательству, и получается это использование заведомого подложного документа. Ну, я же поэтому его и не получал тогда. Я не писал никакое заявление о том, что якобы он там не соответствует тому-то, тому что я это всё изложил устно им тогда. Они мне его, естественно, не выдали, даже не давали, как сказать, в руки его взять, посмотреть, а просто сказали, расписывайся, как и сейчас. Он говорит, берите, расписывайтесь. Я говорю, за что? За паспорт. Я говорю, ну, вы покажите его хотя бы. Вот он, он лежит. Я говорю, ладно, разговаривайте по телефону, я с вами потом переговорю. Я присел, отдышался, потом он мне положил паспорт, я его просмотрел, все эти заполнения, уже ничего не стал говорить. Ну, и как бы потом уже в этой форме 1П стал расписываться, и всё. Ну, всё ясно. Вопросы ещё есть? Ну, в принципе, нет. Единственное, только я же говорю, может быть, ты знаешь, если есть у человека паспорт, вот этой Российской Федерации, он его получил. Ну, допустим, в моём слугах я. Что пишут люди, какие там волеизъявления, какие заявления о том, чтобы там сняли, не сняли с регистрационного учёта или ещё что-нибудь. То есть, нет такой информации у тебя? А ты что, персону не снял до того, как получил паспорт? Я не знаю, как её снимать. Как, как? Почитай в интернете, это законодательство РФ. Снять физическое лицо с регистрации по месту жительства. Ну, там всё подробно. Просто, как сказать, я не знаю, допустим, я сейчас официально трудоустроен в частной клинике водителем скорой помощи. То есть, повлияет это, не повлияет на дальнейшее. Плюс мне ещё долги там выплачивать родным. Откуда-то деньги надо брать. Ну, короче говоря, тут со всех сторон жмёт, как говорится. И в некоторых моментах, если это действительно повлияет, что мне придётся выписываться из домовой книги. То, что я с женой ещё плюс разведён, вдобавок ко всему. А зарегистрирован там, где раньше жил. Ну, где у меня имущество было, я его продал жене. Остановись. Ой, ё-моё, ты чё пульмот гатлингов включаешь? Никакая разница, где там у тебя какие проблемы жизненные. Ты конкретные вопросы задавай. И конкретную информацию сообщай. Если у тебя, ты вот сказал, меня сням, сням, выпишут. Во-первых, не тебя, а персону. Во-вторых, не выпишут, а снимут с регистрации. Потому что физическое лицо регистрируется. А прописывается человек. Это два разных понятия. И то человек, это всё равно функция системы. Ты-то сам определился, ты кто? Я-то определился, потому что, ну, будем так говорить, из той информации, которую я узнал, люди говорят, я живой человек. Некоторые пишут, живой человек, это ещё ни о чём не говорит. Надо вносить пояснение. Я живой человек, мужчина. Стой. Вот тогда да. Стой. Я тебя не спрашивал, что другие думают. Я тебя спросил. Ты сам определился, ты кто? Если я, ты кто, то я человек. Но я же тебе говорю, из-за того, что информация разношёрстная, вообще непонятно, что правильно, а что неправильно. Я могу сказать, я человек, живой, всё. А мне скажут, ну, извини, дружище. А это неверно. Я вот за что. Ясно. Короче, ты сам определился. Поэтому некоторые говорят, я живой человек, я живой человек, мужчина, или живой мужчина-человек. То есть вот такая формулировка какая-то у некоторых. Короче. Ты не просто человек. Ой, остановись. Тебе в первую очередь надо сам определиться, кто ты. Ясно? Ну, для того, чтобы самоопределиться, нужно узнать правильный ответ. Понимаешь? Правильный тот ответ, который ты сам определишь. Это потому и называется самоопределение. Потому что только ты определяешь, кто ты. А ты ответ на стороне ищешь. Ну. Вопросы есть ещё? Вопросы-то есть, но это очень долгий разговор получится. Потому что я так понимаю, мы, похоже, разговариваем на разных языках. Мы разговариваем, вернее, на одном русском языке. Но ты одно дома ешь и подразумеваешь. Я другое. Хочу донести или как-то сообщить. То есть, как я это понимаю, как я это вижу. А у тебя это, ну, как сказать, в какой-то, то ли категоричной какой-то форме, то ли вот ещё как-то. То есть, иногда у человека, человеку конкретный вопрос задаёшь, человек не отвечает на него конкретно. Он начинает, он говорит, как ты, что ты по этому думаешь поводу. Я говорю, я думаю по этому поводу вот так. Но когда я вот так подумал, я в интернете также нашёл другие ответы, которые как бы опровергают моё думание, понимаешь? И утверждают о том, что моё думание неправильно. То есть, получается, я самоопределился, но моё самоопределение, оно неверное. Вот такая информация ходит по интернету. Всё проверяется. Вот это я и хотел... Подожди, всё проверяется на практике. Вот подходишь к зеркалу и смотришь, кто там. Кто там стоит? Алло. Слышу. Так слышишь, отвечай. Или что, не знаешь, ни разу не видел себя. Я там стою. А кто? Кто там? Кто там в зеркале? Человек стоит. Что такое? Если конкретно человек Сергей, человек-мужчина Сергей или как? Что там в зеркале написано на нём прямо Сергей? У меня-то имя есть. Я же просто человек. В зеркале написано имя Сергей? А? В зеркале написано имя Сергей? Нет. Так откуда ты взял, что Сергей? Ну, родители меня назвали так. Да при чём тут родители? В зеркале есть родители? Нету. Ну, ты конкретнее говори. Давай не будем загадками, Антон. Там просто время сократим на много. И твоё, и моё. Вот если ты будешь конкретно отвечать на поставленный вопрос и не сочинять, тогда я тебе очень быстро, как говорится, мозги вправлю на место. Ещё раз давай, вот подходишь к зеркалу. Что ты там видишь? Кого ты там видишь? Я вижу своё отражение. Это замечательно. Ну, что там отражается? Кто там отражается? Там отражается человек, мужчина. А что такое человек? Если по Библии, это тот, которого создал Бог. Нет, Библию не берём. Это религия. Что такое человек? Нет, для меня это не религия. Я человек. Венец творения Божьего. Ты понятия не имеешь, что такое человек. Хорошо, ты там видишь мужчину. Что такое мужчина? Ещё раз, что-что? Что такое человек, ты понятия не имеешь. Ты второе слово сказал, мужчина. Что такое мужчина? У меня нет формулировки данному слову. А почему ты говоришь, что там человек, что там мужчина? Если ты понятия не имеешь, что такое человек и что такое мужчина. Алло. Потому что привыкли так слышать. Что значит привыкли? Как научены. Как научены с детства. Кто тебе? В зеркало тебя кто научил смотреть? Давай это опустим. Ну, так ты понимаешь, о чём ты говоришь? Ты говоришь о вещах, о которых ты понятия не имеешь, что они означают. У тебя вообще уровень саморазбития, он находится на самом низшем уровне. Потому что ты понятия не имеешь, что каждое слово означает. Вот у тебя самый первый шаг это разобраться в понятиях, что такое человек, что такое мужчина. Что такое живой. Ну, я не углублялся, если ты имеешь в виду какую-то транскрипцию или, допустим, как разделить слово «чело» и «век». То есть, что это значит на старославянском и на старославянском. Подожди, при чём тут транскрипация, там буквица и так далее, и т.д. и т.п. У тебя должно быть своё собственное универсальное определение каждому слову. У тебя должно быть своё мнение. Самоопределение. То есть, ты сам определил, что такое человек и что такое мужчина. У тебя таких определений нет. Ты не можешь самоопределиться, потому что у тебя нет определения собственного каждому слову твоему. Ну, я скажу так, не вдавался, не углублялся в это. То есть, если так, навскидку, но опять же, это может быть, для этого надо подумать более углублённо. Ну, а так, лично для меня, это, опять же, как любому слову, можно придраться. Если я сейчас скажу, что это человек, это живое существо на двух ногах, с двумя руками, с головой, который имеет возможность мыслить, размышлять, фантазировать, творить. Ещё какие-то там, надо просто слова эти вспомнить. Который может радоваться, сочувствовать, сострадать. Это не просто какая-то бесформенная жизненная жижа или там кусочек образовавшийся, или комок. Вот как бы так. Навскидку. Ну, ты жопу не сказал? Что такое человек? Не, ну да, я не сказал. Просто я же говорю, если вот так вот именно за себя, то там слишком много нужно сказать для того, чтобы включить в это слово человек, что это такое. Потому что если исходить из того, как придирается юриспруденция, как вот эти все судьи и прочие-прочие, как они за каждое слово хватаются, то для того, чтобы не дать им возможности такой придраться, я должен максимально вспомнить количество тех слов, что для меня лично может включать в себя слово человек. Слушай, я не знаю, чем тебе помочь, у тебя каша в голове. Вот серьезно. Ты разберись с понятиями, что это, хотя бы одно... Понятно, что... У каждого свое мнение. Ну, ты хотя бы одно определение придумай в слово человек. Хотя бы одно определение слова мужчина придумай. Скажу так. Из-за того, что в этом мире поганом или непоганом слишком много всяких каверзных моментов, то какое-то одно предложение лично для меня придумать слово мужчина очень трудно. Потому что, как есть такое выражение, прикопаться или приколупаться можно и к столбу. То же самое прикопаться и приколупаться можно будет и к моему предложению, которое будет обозначать, что такое или кто такой мужчина. То есть я его могу, допустим, сформулировать для себя, высказать тебе, и у тебя будет полная, как сказать, возможность взять и... А вот это что? А вот это что? А вот то что? Ну, ты вот это определил, это ты включил в слово мужчина. И больше ничего. Ну, то есть появятся... У тебя могут появиться новые вопросы. И то есть досконально удовлетворить твои потребности в плане, что обозначает слово мужчина, я не смогу. Ты говоришь, ты сейчас забегаешь вперед и пытаешься там, как говорится, прийти к идеалу, то есть максимально точно описать слово мужчину. Я тебя не прошу максимально точно описать, что такое мужчина. Я тебя прошу хоть что-то сказать, кто такой мужчина. Сразу сейчас не скажу тебе. Потому что у меня все сочетается, и мужчина, и человек. Если мне спрашивают, что такое человек, я скажу тебе, это может быть именно за себя. Это мужского... Смотри, тебе сколько лет? 46. Ты не знаешь, кто там? Ты называешь его, да, человек-мужчина, но ты понятия не имеешь, кто это. Ну, может быть, потому что мне не совсем понятен этот вопрос, кто это, и что ты вкладываешь, какой смысл ты вкладываешь в этот вопрос. Спрашивая у меня, кто такой мужчина, и кто такой человек. Когда вот, допустим, есть просто... Ну, если я правильно могу привести такой пример. Показываю, да, мы привыкли, красный цвет – это красный цвет. Мне показывают на него и говорят, какой это цвет, я говорю, красный. Все, тут четко и понятно. А если начнут говорить, а почему ты считаешь, что это красный? Ну, потому что мне с детства говорили, что это красный, а может, это зеленый. То есть, ну, понимаешь, да, что прикопаться можно ко всему. Так же самое и здесь. Какой смысл вкладываешь ты в слово, когда спрашиваешь у меня, что такое человек и что такое мужчина? И когда мне задают подобного рода вопрос, я поэтому могу поплыть, потому что для меня конкретики нет в этом вопросе. Я не вижу в этом конкретики. Это слово в себя включает слишком много всего. Стой, стой. Да какое, слишком много всего. Ты даже одно слово не можешь сказать. Кто такой мужчина? Я тебя... Могу, это человек. А человек – это мужчина, да? Ну, лично меня, да. Вот есть человек – женщина, есть человек – мужчина. Так кто такой человек? Одним словом не скажу. Да давай хоть сколькими. Ты понимаешь, что я тебе задаю... У меня почему нет конкретики в вопросе? Потому что я эту конкретику от тебя хочу услышать. Я-то знаю. У меня есть множество своих определений, кто такой мужчина и человек. Я это знаю. Я хочу, чтобы ты для себя сам определил, кто это. То есть не просто кто такой человек и кто такой мужчина, а именно в связке то, что ты видишь в зеркале. То есть кто ты. А ты не можешь сам определиться. У тебя нет никакой конкретики. Ты говоришь, я не могу тебе все слова озвучить, а мне не нужны все слова. Ты хоть что-то скажи. Вот ты хоть сейчас начал хоть как-то это... Хоть что-то говорить, кто такой человек. Вот давай любыми словами, кто такой человек. Если касаемо того, кого я вижу в зеркале. Правильно? Ну да. Раз мы говорим про меня. Ты же сказал, что там человек. Вот кто такой человек. Ну для меня, значит, я подошел в зеркало, посмотрел, увидел. Там стоит, естественно, живой человек. Потому что мертвый он не дышит. Он не может даже стоять и смотреть в зеркало. Для меня это такое определение. Стой. Стой. Ты опять не туда побежал. Я тебе еще раз вопрос задаю. Ты уклоняешься от ответа на вопрос. Кто такой человек? Человек – это мужчина, способный думать, радоваться, сострадать. Способный принимать ответственные решения. Способный фантазировать, что-то творить, что-то придумывать сам, не копировать. И способный, ну так, вкратце, принимать какие-то действия, за которые он потом будет отвечать. Потому что полчаса говорит… Услышал, да, что я… Услышал, да, ну я понял, наверное, да. Услышал, что я говорил, да, ответил, ну… Формулировку на человек. Ну, хорошо, допустим, это человек. А кто такой мужчина? Мужчина. Ты видишь, я не осуждаю, я не критикую, я не разбиваю твое определение. Я его принял. А кто такой мужчина? И опять тишина. Ну да, я же думаю. Потому что я… Подожди, ты впервые за 46 лет задумался о какой-то мужчине? Ну, возможно, если в таком формате, возможно, что впервые. Потому что до этого для меня, ну, как сказать, мужчина, оно с чем-то с другим ассоциировалось. Я также могу сказать, что мужчина – это человек, который берет на себя ответственность. Ответственность в плане семьи, ответственность в плане своих действий, поступков, решений. Это тот, который должен обладать отвагой, смелостью, любовью, какой-то доброжелательностью, честностью. Ну, так, вкратце. Ясно. Короче, я делаю вывод, что ты вообще ни хрена не соображаешь. Потому что ты описал не человека и не мужчину. Ты описал модели исповедения, как они могут поступать. А я тебя спрашиваю, кто такой человек и кто такой мужчина. Ну, вот поэтому я и говорю, что, понимаешь, я не то, что хочу показаться таким дотошным или ненормальным, но вот есть теорема Пифагора, для того, чтобы понятнее было. И согласно этой теореме Пифагора, надо вычислять определенные задачи именно только вот таким вот образом. Я как-то задал парню вопрос. Я говорю, ну или, к примеру, есть задача, которую надо решить. Она решается путем уравнений. Я говорю, хорошо. А почему ты решил, что, говорю, ее только вот путем уравнений надо решить? Я говорю, кто это сказал так делать? Почему я не могу другим способом решить? Он говорит, ну бери и решай. Я говорю, ты решил. А это правильно. Я говорю, а кто сказал, что это неправильно? Ну, потому что вот так и так по учебнику математики где-то там толпа собралась и так решила. Вот примерно то же самое и здесь, понимаешь, можно сказать по поводу того, что ты мне сказал. Ты ни хрена не знаешь, кто такой человек и кто такой мужчина. То есть я, к примеру, могу то же самое сказать тебе, Антон, а с чего ты взял? То, что ты мне сейчас, к примеру, выскажешь, да, что вот такая формулировка мужчины и вот такая формулировка человека. Это именно тот постулат, который, да, и аминь, и это так и есть. Это что же чье-то мнение? Ты путаешь. Уловил, что я хотел тебе сказать? Я уловил, просто ты путаешь. Я тебя не критикую ни в коем случае, я тебе просто обращаю внимание твое на то, что я тебя спросил, кто такой человек, а ты мне начал описывать, как он ведет себя. То есть ты описываешь не стакан, что он состоит из стекла, имеет форму цилиндра, сбоку прикреплена ручка в виде петли, имеет объем примерно 200 мл. Ты такого не говорил. Ты говоришь, стакан, в него так воду наливаешь, и если его разбить, он треснет. Все. Вот что ты сказал. Ты что, не заметил этого? Не, ну теперь-то я заметил. Просто я шикар... Смотри, подожди, подожди. По поводу мужчины то же самое. Я тебя спрашиваю, кто такой мужчина? Ты мне не говори, что мужчина имеет бороду, у него есть кадык, ну, визуально просматривается. У него голос басом, там, у него там половые органы, там, определенного вида, определенного вида телосложения. Ну, а ты говоришь, а вот он себя вот так ведет, вот значит, это мужчина. То есть, если взять, там, допустим, я не знаю, медведя, и он способен нести ответственность за свои поступки, то его можно называть мужчиной? Ну, такого же нет в природе, мы же это прекрасно понимаем. Как-то нет. Медведь несет ответственность за свои поступки. Если сейчас копнуть глобально, то да, он может понести ответственность за свои поступки, но немножко не в той форме, как несет этот человек или мужчина. Я тебе не протоку, подожди, ты опять в сторону уходишь. Опять же, на примере стакана. Я тебя спросил, я тебя спрашивал, кто такой мужчина на примере стакана, а ты мне говоришь не что такое стакан, а кто такой мужчина. Я тебя теперь, теперь я тебя понял, я почему тогда тебя и спрашивал, Антон. Конкретика нужна, понимаешь? Вот зачем я тогда говорил. Ты мне просто задал вопрос, что такое человек? В том-то и дело, что тебе никто за тебя не будет рассказывать, кто такой мужчина. Ты сам... Нет, ну если бы ты... Стоп, стоп, я тебя спросил, кого ты видишь в зеркале. Ты сам сказал, мужчина. Я у тебя решил уточнить, кто такой мужчина. От тебя должна конкретика исходить. Ты должен самоопределиться. Потому что это принцип самоопределения. Ты сам должен определить, кто ты. И вот ты определил, что твое человечество и мужество, ну то есть человек и мужчина, заключаются только в твоем поведении. Я понял. Ну вот поэтому я и спрашивал по поводу конкретики. Что если бы была какая-то конкретика, я бы, да, сказал, что если... Вот я понял, теперь это... Оно-то и в Библии так написано, что мужчина отличается от женщины. Именно тем, что он, да, он другой немножечко по составу. Внешне. Чего, пойдем на второй круг? Или перевосмыслишь? Да пойдем. Не, давай. Пока есть время. Подходишь к зеркалу, кто там? Я понял, там живой человек. Не, 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 ты мне не рассказывай, что ты понял. Ты мне ответь, кто в зеркале? Ну конкретно поддаю вопрос. Я понял, я себя увидел. У меня бороды нет, в отличие от тебя, у меня не длинные волосы, у кадык у меня есть. Подожди, я тебя не спрашиваю, что у тебя есть, что у тебя нет, в отличие от меня. Я тебя спросил, кто в зеркале? На шестой уже круг идем. Кто в зеркале? В зеркале стоит, ну как я это могу описать, тело с мыточным покровом, с половыми органами, присущими мужчине, а не женщине. Я тебя не спрашивал признаки того, кто там, отличительные признаки того, кто там находит, отображается. Я тебя спрашиваю, кто там? Там человек. Угу, отлично. Кто такой человек? Человек это существо. Ну так-то все существа. Ну да. Существа, отличающиеся от животных. Чем? Внешностью. Только внешностью? Не только. И внешностью, и... Формой поведения. А еще самый главный, отличительный признак? Формой мышления. Нет. Мозг дельфина намного лучше развит, чем у человека. Ну, я не знаю. Ну, как бы животные-то тоже по-своему разговаривают, в отличие от нас. Если так брать. То, что человек может разговаривать. Дельфины умеют писать? Ну, что-то калякают там. Кадаем кисточку, дашь. Между собой, они умеют передавать информацию через написание? Я не вникал в это, не знаю. Знаю, что только вот с помощью звуков они общаются. А с помощью рисунков, ну, навряд ли они друг дружке могут передавать какие-то... Какие-то послания, или там приказы, или разговоры. Я не вникал, поэтому не знаю. Но я считаю, что нет. Короче, мой тебе совет. Набери слово «человек» в гугле, и это... Посмотри картинки, посмотри эти определения из словарей. Напиши «человек» словарь, определение. Вот три слова. И почитай хотя бы, не знаю, хотя бы в течение часа почитай разные мнения, кто такой человек. Чтоб у тебя своё собственное мнение сформировалось. Я понял, ну, всё равно это чьё-то мнение. И как ни крути, в нашей жизни мы всё равно отталкиваемся от чьё-то мнение. И хоть и говорят в этом мире, что типа... Подожди, так в том-то и дело, что в мире очень много разных мнений. А меня интересует конкретно твоё. А у тебя его нет. Ты даже его сформулировать не можешь. О каком самоопределении может идти речь, если у тебя даже мнения своего нет. Ты не можешь дать определения ни слова «человек», ни слова «мужчина». Ты даже не знаешь, кто в зеркале находится. А ты решил там какие-то формы 1П, паспорт, что-то получить. Ну, первое-то должно быть осознание, а потом действие. То есть первое – это знание, потом осознание этих знаний. А потом только действие на основании полученных знаний и осознание. А у тебя получается, ты делаешь и не осознаёшь, что ты делаешь. Ты где-то узнал, то есть получил какие-то знания, что кто-то так делал. Но ты это не осознал и начал делать. А что ты делаешь, ты не понимаешь. Ну, до конца нет. Так вот, я тебе скажу, что человек, по официальной версии, ну, насколько мы раньше все знали, да, это биологический вид Homo sapiens, то есть человек разумный. А мы сейчас трудимся все вместе над тем, чтобы из человека разумного сделать человека осознанного, который сознаёт свои поступки, что он делает. А не просто палкой по камню бьёт и думает, что искра появится. Я понял. Ты что, я тебе говорю, я три года назад, первое, с чего я начал, это я начал давать свои собственные трактовки каждому слову. Слово «человек», слово «мужчину», слово «спасибо», «благодарю», «благодарствую». Каждое слово разбирал. Что такое заявление, что такое сообщение, что такое объявление, что такое заявление, что такое воля заявления. Каждое слово разбирал и осознавал, что он означает-то. Где его можно применять, где нельзя. А у тебя, получается, есть в словарном запасе слова «мужчина» и «человек», а чего они означают, как их применять и к кому они относятся, вот эта информация у тебя отсутствует. Ну, что замолчал? Не, я слушаю. Вопросы еще есть? Ясно, на чем трудиться надо? Да понятно, просто тут, будем так говорить, трудиться надо многим. Но на данный момент пришла какая-то проблема, и вот эту проблему надо как-то решать. А для того, чтобы ее решить, естественно, та информация, которая есть, она разношерстная. И, естественно, все говорят, ну как, пусть не все, но кто-то говорит, на моей практике это было вот так. В эту сторону я не ходил, и я не знаю. И получается, что те, у которых я спрашиваю, у них нет такой практики. И я для себя делаю вывод, что в данной практике я сейчас буду как первопроходец. Может быть, в нашей стране где-то кто-то есть, но я не знаю, где он есть, этот человек, который подсказал, работает это или не работает. Или в его ситуации такое было, но сработало вот так. То есть, с одной стороны, мне нравится что-то исследовать. Мне нравится, может это показаться странным, на себе ставить какие-то эксперименты или опыты, да, в плане каких-то дел, каких-то там преодоления препятствий. Это может показаться каким-то глупым или ненормальным, но с другой стороны, по-другому иногда не получается. Это раз. А во-вторых, вроде как и хорошее дело, но бывают такие моменты, когда этого времени просто нету для того, чтобы идти и пробовать, получится или не получится. Отказаться от этого или пробовать другой какой-то способ. То есть, вот действительно понимаешь, что время очень дорого и ценно, но в то же самое время ты понимаешь, что другого, ну другого, что у меня сейчас я не вижу, другого пути нет. Как только идти вперед и пробовать, получится или не получится, как вот ты говоришь, да, все на практике узнается. Вроде как и с удовольствием бы на практике попользовался, но, блин, времени такого количества нету. Чтобы идти и пробовать, и проверять на практике, нужно сначала знать и осознавать, что ты делаешь. А у тебя, получается, знаний мало, а осознания вообще отсутствует. И ты идешь и пробуешь на практике, неизвестно что, неизвестно как. Это как в рулетку играешь, по сути. Ну, может быть. Я не то, чтобы не осознаю, я узнал информацию, одну, другую, третью, пятую, для себя что-то выбрал. И считаю, что да, вот эта информация, она мне подходит, лично мне, я с ней как бы солидарен. Возможно, я не, как ты говоришь, не осознаю, ну, не сел, не осознал, что это, как, я не знаю, как оно там, как повлияет или как отразится. Я могу только догадываться, как оно может отразиться на мне. Я смотрю на это, попытаюсь анализировать. Ага, значит, последствия могут быть вот такие. Хорошо, согласен, там, жертвы, не жертвы какие-то будут в чем-то. Я готов идти таким путем. И я двигаюсь этим путем. А осознанно это или не осознанно, я считаю, что осознанно. Потому что я для себя сделал какие-то выводы, примерно, как говорится, построил, что может быть, или спроектировал, да, что либо вот такой будет исход, либо вот такой будет исход. Может быть еще какой-то третий. Я посмотрел, ага, хорошо, я согласен с этим, что на все эти три исхода, либо вот такой, либо вот такой, либо вот такой. И я иду туда. Хорошо, если меня... Подожди, если ты делал это осознанно, то почему ты мне позвонил с вопросом, я правильно сделал или неправильно, что это написал вот так? Я не то, что правильно, неправильно. Я, как сказать, для убежденности. Потому что у тебя, ну, насколько я так понимаю, у тебя немножко больше, ну, не немножко, а гораздо больше информации, нежели у меня. Вот, ты там видеоролики со многими людьми общаешься, то есть выпускаешь. И то есть я к тебе обратился, как, будем так говорить, вот как ты говоришь, в гугл забей, там хоть что-то почерпнешь. Вот здесь примерно что-то из этой оперы. В какую-то некую библиотеку, у которой что-то есть. И откуда можно что-то почерпнуть, понимаешь? Поэтому я и обратился. Нет, ты позвонил для разъяснения, чтобы тебе самому стало ясно, что ты там сделал вообще. Правильно? Нет, я сделал, я понимаю, что я сделал. Я потом понял из твоих слов, что надо было все-таки ЦФ ставить, это раз. А во-вторых, я позвонил и узнал, спросил вернее, насколько действенны вот эти буквы. Потому что у меня было два варианта, которые, нет, до какого-то времени у меня был один вариант, что да, эти буквы действенны. Потом мне поступила другая информация, где человек сказал конкретно, ребята, вы не заблуждайтесь, пожалуйста. И хоть ставите эти буквы, хоть не ставите, но если вы расписались, то не имеет значения, какие вы поставили. Ц, Ф, Бай, А, Р или вообще там еще что-то. Все, эти буквы не работают. И оно все равно будет нести юридическую силу, что вы заключили, как говорится, договор с этой фирмой Российской Федерации. Все, я вот, понимаешь, вот и что я у тебя позвонил, по какому поводу. Подожди, вот теперь давай рассмотрим. Кто этот человек, кто это сказал? Я не знаю, скинули аудиозапись, где человек это озвучивал. То есть он не приставил? Нет, я, да, я не знаю, это мне, то ли в ВК, то ли где. Ну, там приходит информация о тех, о тех людей. Ну, я зашел послушать, что там, ну, какой-то аудиозапись. Алло, подожди, не за ораторик, коротко отвечай, пожалуйста. У нас так три часа... Нет, не представился. У нас три часа так уйдет, если я буду, чтобы... У меня нету этого времени, коротко, пожалуйста, отвечай. Хорошо. Не представился, неизвестно, то есть неизвестно кто. Говорит свое мнение. Правильно? На чем оно основано? Он показал примеры, доказательства, мотивы какие-нибудь дождал? Нет. А почему ты ему веришь? Там был только номер телефона, на который я позвонил, но никто не взял трубку. Замечательно. Еще и обратной связи нет. А теперь смотри мою ситуацию. У меня есть множество доказательств, что это работает. В разных ситуациях, в разных городах, в разных странах даже. Я это показываю, протоколы показываю, дела показываю, что они возвращаются, они не заходят. Я не скрываюсь. Я говорю, кто я. Телефон есть, обратная связь есть, все есть. Вот положи на весы два мнения. Мое и его мнение. Что перевесит? Понял я у тебя. Я понял, что на твоей стороне практика, которая говорит, что это работает. Ты понимаешь, я не говорю, что я тут супер-пупер, только мое мнение имеет вес. Нет. Пожалуйста, давайте альтернативные. Вот этот человек, который это все сказал, пускай он предоставит доказательства, документы, конкретную ситуацию. То есть, пример, что вот там-то, там-то написал, цифр бай. Ни хрена это не сработало. Дело все равно зашло в суд. Пускай номер дела покажет, пускай протокол покажет, пускай обратную связь даст, чтобы можно было ему вопросы задавать. Нет уже этого такого. Вот если такое будет, то давайте все вместе разбираться, почему не сработало. Но этого же нет. Понимаешь, как легко вас всех ввести в заблуждение? Какой-то короткий аудиофайл с неизвестного номера, неизвестно кто, сказал, что это ни хрена не работает. И у всех сразу сомнения закрались. И почему-то все забыли, что такое сравнительный анализ. Когда берешь вот одно мнение, кладешь на одну чашу весов, и кладешь на другую сторону чаши весов, другое мнение, и взвешиваешь, оцениваешь, анализируешь. Так, здесь практика есть, здесь есть доказательства, здесь есть обратная связь, здесь человек не скрывается, здесь он четко показывает. Есть видео, есть аудио, есть документы, есть сканы, есть судебные процессы, номера дел, все есть. А здесь что есть? А здесь ничего нету. Ну ничего нету, просто голос какой-то чей-то. Почему вы в своем уме вот такие весы не делаете? А сразу, как говорится, за чистую монету принимаете. Народ разучился критически мыслить. Так, давайте к делу. Вопросы еще есть? Ну еще раз подытожу, вот по поводу того, что я тебе тогда в самом начале сказал, что я не написал CF, я написал просто Бай. Бай, Бай, роспись АР. То есть таким образом... Подожди, роспись какого вида была? Закорючка, фамилия, что за роспись? Значит, было два раза. Первое имя, фамилия, отчество. Подожди, я тебя не спрашивал, сколько раз было. Ты пишешь Бай, дальше идет какая-то закорючка, либо в виде фамилии, собственно, рощина написанной, либо закорючка неизвестно, что, каляка, маляка. Что у тебя было? Что за роспись? Я же сказал, два раза. Первый случай Бай, имя, фамилия, имя, отчество, фамилия. Второе Бай, закорючка АР. В обоих случаях так было. На одной бумажке. В форме 1П. Ну, вот ты мне сейчас скажи, ты осознаешь, что ты сделал, нет? Ну, если основываться на том, что была написана расшифровка этого Бай, роспись АР, там было написано, что якобы они не имеют права снимать со счетов, родовые наследия остаются за тобой. И там то-то, то-то. По поводу подпринуждениям, там, да, там не было написано. И не было расшифровки, что ты соглашаешься на что-то или не соглашаешься. Ну, это такая фотография, она гуляет по интернету с расшифровкой вот этих фамилий. Подожди, ты не понял вопросы. Я тебе вопрос задаю еще раз. Чем отличается Бай, имя, отчество, фамилия, АР, от Бай, закорючка, каляка-маляка, АР? Не могу тебе сказать. Так ты же говоришь, ты осознанно это сделал. Ну, я да. Ты сделал осознанно? Неизвестно что. Это разве осознанность? Я когда-то читал информацию по этому поводу, но я ее забыл. Что значит закорючка, Бай, закорючка, АР, и что значит Бай, имя, фамилия, отчество, или имя, отчество, фамилия, АР? А, то есть ты хочешь сказать, что на момент подписания ты помнил? Или я осознавал, что это такое? Нет. Нет? Ну, а тогда о какой осознанности может идти речь? Я тебя не пытаюсь подвести к тому, что ты вообще неосознанный и там какой-нибудь это, типа, вообще совсем бум-бум. Я тебя подвожу к тому, что ничего страшного в том, что ты можешь сказать, ну да, поступил неосознанно, не ведал, что творил, как говорится. Ничего страшного в этом. Я не стесняюсь признаваться, вот меня там спрашивают, а нахрена ты так сделал? Я говорю, я не соображал на тот момент, на тот момент считал, что так нужно, не знаю почему, но вот считал так. А вот сейчас прекрасно понимаю, почему я так сделал. Ну, то есть, и когда меня спрашивают, ты вот в том-то, в том-то вопросе можешь помочь? Я не начинаю там отвечать влево да вправо. Я сразу говорю, нет, у меня тут знаний мало, я тут мало чем могу помочь. Я вот тут не знаю, все. Не надо стесняться признавать свой уровень осознанности и знаний. Не, я согласен, согласен. Просто меня, как сказать, меня это сейчас мало волнует, то есть, насколько я там осознанно или неосознанно. Это, как сказать, сделал ошибку, ну ладно, ну сделал, все. Что теперь сделаешь, если это ошибка? То есть, если это неправильно, если это неверно, я согласен, да. Моя вина. Да нет, там никакой вины и ошибки. Там есть, как сказать, есть результат. А вот что этот результат означает и как он в дальнейшем, на что он повлияет? Вот тут нужно тоже соображать. Правильно? Согласен. Не надо все вводить в сторону ошибок, там, вины, там, само... Да, да. А что не перезваниваешь? Да я звоню, все время занято. Сброс происходит. Я жду-жду, а смотрю, линия занята или сбрасывается, или линия занята. Что, договорим или нет больше вопросов? Не, ну, я просто сейчас в маршрутке, не совсем удобно говорить. Могу только чуть-чуть. Когда приеду уже тихо, спокойно будет вокруг, тогда просто договорить о том, о чем, на чем остановились по поводу вот этого бай-не бай, ошибки-не ошибки и все такое прочее. Доброе, давай с ним. Хорошо. Алло, Антон, да, это я. Мы с тобой разговаривали два раза по 30 минут. Значит, по поводу вот этого бай, то, что я говорил. Вот я нашел, значит, во Вконтакте. Здесь расшифровка идет бай, роспись, АР. Значит, написано, не согласен с договором, в скобках. Не отвечаешь за эту роспись, не несешь ответственность за то, что в этом документе написано, и не берешь на себя обязательств рассчитываться своим родовым наследием. Родовое наследие не трогается. Дальше идет CF-бай, роспись, АР. Это обозначает, вас заставили, либо не несешь ответственность. Ну, вот я написал бай, роспись, АР. Я выбрал вот это, что не отвечаешь за эту роспись, то есть не согласен с договором. То есть вот у меня вот такое, я вот так расписался в форме 1П. В паспорте не расписался вообще, поэтому я вот и спросил у тебя, была ли практика подобного рода. Потому что везде слышу, что народ именно расписывается CF-бай, роспись, АР. То есть вот таким вот образом я расписался по-другому. Конечно, сильно переживал после этого разговора с тобой, что вот почему так поступил. Потому что сейчас решил увидеть эту фотографию, вот почитал. Ну, поэтому вот из того, что я почитал, прочитал, то есть я выбрал вот такой вот метод. Поэтому так вот расписался. Я так понимаю, тебе, наверное, не звонили, не говорили, да, что кто-нибудь подобным образом расписывался? Почему? Писали. Писали, да? Бай, роспись, АР. Да, да. И какие результаты, знаешь, не говорили? Ну, их много. Как тебе сейчас? Ну, положительные, да? Нет, есть и отрицательные. Кто-то мне писал, что типа это написал, и все равно типа в протоколе, я не помню где. Типа дело все равно не пошло. Я понял. И такой чувак... Подожди, там еще зависит от того поведения, как ты себя ведешь. Там расписаться мало. Там еще надо вести себя как человек. Ну, я понял. Грубо говоря, как бы не прогибаться, что ли, да? Или как? Прогибается веточкой на дереве, а человек стоит на своем и проявляет свою волю. Еще один вопрос, просто пока ехал. Скажи, пожалуйста, вот, к примеру, идешь в суд. Получается, все те документы, которые ты передаешь в суд, ну, допустим, там, заявление, там, ходатайство, неходатайство, то есть везде, получается, в них нужно расписываться подобным образом. Там, либо CF BY AR, либо вот BY Роспись AR. Я так понимаю? Ну, это каждый сам для себя определяет, какому надо расписываться. Нет, ну, я задаю вопрос в том, что народ, возможно, скидывает тебе массу информации. То есть, у кого как работает, хотелось бы очень знать. Ну, основные моменты-то озвучил, ну, что не ясного-то? Я же показал и свой протокол, и паспорта, и какие-то протоколы. Много чего показал? Ну, сколько можно показать? Не, я не видел. Ну, как не видел? Если ты имеешь в виду где-то в каких-то видео конкретных... Видео? В видео я задаю. Ё-моё, видео называется «Роспись под принуждением». Смотрел? Не могу сказать. Сейчас запишу, подожди. Так и называется «Роспись под принуждением». Это на YouTube заходишь, там вот к тебе заходишь на канал, да, и там они будут. Да в поиске в YouTube введи и сразу найдешь. Все, я понял. Все хорошо. Ну, по поводу того, что ты сказал, забей в интернете по поводу человека и мужчины. Ну, там такое, как бы. Если даже, как говорится, попробовать сформулировать свое что-то, то... Лично мне там не очень такие суждения нравятся никакие. Ну, хоть что-то. Там хоть что-то написано. У тебя вообще сформулировать не мог. Ну, согласен, да. Согласен. Понял, хорошо. Спасибо, в принципе, по этому поводу. Вот, как бы, были такие моменты. Ну, а по поводу, как я и говорил, то есть вот в этом видеоролике там, в принципе, много чего сказано, да, вот это успеть под принуждением. От чего можно для себя какие-то выводы сделать, и от чего можно отталкиваться в дальнейшем. Если меня вдруг что-то заинтересует, я так понимаю. Все. Спасибо большое. Наши разговоры могу разместить для всех? Да, без проблем. Просто там, конечно, слишком много всего такого, что если будет людям понятно, то будет. Ну, а так, я не возражаю. Добро. Благодарствую. Все, тебе спасибо огромное. Давай. Счастливо. 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 Продолжение следует...